День добрый, на связи МКБАТСКИЙ! Сегодня мы продолжим с вами проходить интересную, прекрасную, ну и конечно же замечательную игру. Экру, наверное, плохую и интересную под названием Hearth of Iron Foe. И это у нас уже с вами девятая часть проявления за мощный, сильный, суверенный и просто прекрасный коммунистический союз в Soviet Union. И как вы понимаете, в прошлых частях мы стояли, ничего не делали, ну как, оборонялись, пытались провоцировать немцев, немцы, что в атаку не шли. Я хотел сделать всё по старинке, раньше это иногда прокатывало, сейчас же новая версия игры вышла, как вы понимаете, много изменилось. Я последний раз играл, может, ну полгода назад, я запускал игру, а так конкретно, чтобы играть, это может быть и год назад, очень давно, очень давно, когда ещё Death of Death Honor только выходил. Ну тогда ещё после него игрался некоторое время и всё. А сейчас много чего поменялось, ну в принципе и тогда это не всегда работало. В общем, про что я говорю. Знаете вы это или не знаете, когда вы не проводите планирование, не рисуете эти приказики, видите, мы тут понарисовали, ну как мы тут, я тут понарисовал, мы тут с вами, хочу сказать, но вы-то как бы не участвовали в этом процессе, хотя, сами понимаете, формат это и предполагает. Короче, в чём, собственно говоря, суть. А суть здесь в том, что нарисовал я планы, операции, чтобы мы могли с вами наступать на Третий Рейх, на Венгров, в общем, продавливать и не стоять на месте. На самом деле, рывать мы будем ручками, они, на самом деле, эти планы здесь ничего такого существенного не дают, они просто, ну как бы это вам сказать, дают бонусы к планированию. Здесь есть такая мерзкая фишка, бонусы к планированию, то есть, если вы приказы не нарисуете, игра будет считать, будто игра, эти, юниты, подразделения, типа, а, ну мы просто стоим, мы можем туда пойти в Финляндию, там, на Восток, а, там сбоку фронт, да не-не, мы не знаем, что там фронт. Вот вы поставите приказ, что там линия фронта, нарисуете её, они такие, а, ну блин, там линия фронта, всё, мы теперь знаем, что мы воюем с немцами, а не с кем-нибудь там ещё, да? А если вы нарисуете план наступления, а, блин, наша задача сейчас туда идти, в сторону Берлина, там, продвигаться, бороться, давить их и всё в этом роде. Игра, как бы, этого не видит, они не знают про это, и поэтому, ещё раз говорю, вот эти планы нужны, я старался не тщательно это избегать, потому что бонус к планированию в атаке плюс 50%. Раньше прокатывал довольно часто без них, но я думаю, что есть смысл их нарисовать, и смысл действительно есть, потому что это раньше, вот прокатывал здесь типа Испании, гражданской войны, типа Эфиопии, Китая, там-то не шибко серьёзно, тем более танки, там-то можно особо не заморачиваться. Сейчас тут придётся заморачиваться, очень много дивизий, я заморочился, как вы видите, и на самом деле неспроста это нам позволит в атаку пойти, и сегодня, я думаю, что мы продаемся. Короче, я, чтобы ваши глаза не насиловать, и ваши уши, потому что пока я это рисовал, ну, я тщательно продумал, может, минут 30-40, я не засекал, честно говоря, делал это не под запись, потому что было очень много весёлых слов, типа, ох, блин, жгрёбанная твоя дивизия и другие охренительные истории. Кстати, дивизию в прямом смысле слова, потому что это очень сильно напрягает, знаете ли, ты должен, блин, тщательно всё распределить, каждую дивизию, потому что если ты чуть-чуть просчитаешься в планировании, то дивизию скочит, бросит стратегически важную точку, и всё, поэтому, я не понимаю, почему парадокс так провоцирует в этой игре, они, как бы, говорят, типа, рисуйте планы, там, используйте их, воюйте, а то, что вы воюете ручками напрямую, это же, как бы, и сложнее, всё-таки контролировать больше приходится, они это как-то не одобряют. Поэтому мы с вами будем воевать именно так. С планами я их нарисовал, конечно же, автопланов не будет, будем ручками, но, как будто это даст бонус, чисто ради этого делать. На самом деле, им очень сильно рискован, потому что в любой момент они могут, как дебил, ускакать. Вот, собственно говоря, нарисовал тут линии, наступление через Прибалтику, продавите одно направление, другое направление попытаться отрезать. Одно наступление с юга и два наступления в Венгрии, чтобы их выбить. Отсюда можно будет перейти в Италию, отсюда на юг Германии, туда на север, ну и так далее. В общем, я это нарисовал не под запись, чтобы вам, ещё раз говорю, глаза не насиловать. Себе я точно поносилую, я много чего нецензурного вспомнил. Ну ладно, давайте заниматься, ждать, здесь вот будет бонус укреплённости, пока, вот и укреплённости, здесь вот от укреплённости слева будет нарисовано, как бы это степень, сказать, уровень подготовки по плану. Блин, я явно уже в новых наушниках снимаю это видео, а со срок Сентуриен себе взял, поэтому не очень непривычно, когда, они очень сильно изолили звук в себя, не слышишь практически. И не только себя, клавиатура там ничего, поэтому привыкаю адаптируюсь, не очень привычно, поэтому будем вот так вот формат сегодня снимать. Блин, Тарту, конечно, вы бросили, вы, конечно, молодцы, но это хорошо, что дальше никто не лезет. Ага, пошла движуха, кстати, отсюда может их... Да ладно. А, 6 дивизий там. Тогда ладно, тогда ладно. А, вы их ещё и эвакуируете. Тут-то, я думаю, мы продавим. Не исключено. Ну, давайте попробуем. Видите, вот здесь вот бонус рисуется, что... Вот если сейчас мы посмотрим сюда, увидим такую штучку. Где-то здесь это... А, вот здесь вот это должно писаться. У нас бонус заполняли 84% к атаке, и видим, что урон возрастает. Атаки станут более эффективными. И в итоге мы их подаем. Сейчас пока активно работать не будем. Просто ждать, пока план подготовится. Когда заполнились эти полоски, можно будет наступать смело, мочить их без проблем, не заморачиваясь в каких-то проблемах. А так... Ух-ёй-ёй-ёй-ёй. Можно попытаться продавить. Но если враг просто китает зем... Ух-ё-мое, он вообще земли сдаёт что-то. Что-то... Что-то они почуяли, походу. Так точно. Сюда пытаются прорваться придурки. Ну, пусть прорываются. Пытаются, конечно, не прорвутся. Я тут всё тщательно просчитал. Они как придурки скакать по границе, по идее, не должны. Конечно, я не исключаю подобных перипетий, но... Вот самое опасное из-за вот этого направления, больше всего переживаем. Даже особо не стал чего-то там рисовать. Потому что если бросить эту сторону, то всё пипец будет. Ну, тут нормально. Можем тоже потом попробовать что-нибудь продавить. И что-нибудь обязательно продавим. Так, ладно. Пока ждём. Сейчас наше внимание должно быть приковано к при... Помогите им, что ли? А, вы не из этого... А, нет, нет, всё правильно. Так, лаше внимание сейчас должно быть к Эстонии. Приковано, потому что я смотрю, что-то они бросают эти земли. Опа, опа, опа. Чё-то они знают. Зачем вы отходите? Я не хочу, чтобы вы отходили. Давайте их немножко попугаем. Нормально. 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 Здесь бы их прорвать. Идём, идём. Тут мы их прорвём. Кстати, это хорошо, потому что тут порт. Так, фабрики, фабрики, фабрики. Три, три. Ещё что-то строить мы можем. Захватили, наверное, что-то. Так, 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 так. Блин, нахрен эти дороги. Это вообще не наши дороги. Ну как, они потенциально будут нашими? Ну, от них смысла не так уж много сейчас. Не, ну, пучиниться-то, конечно, надо, пучиниться. Не проблема. Партизанские всякие, не только делишечки. Вот здесь бы их продавители, вот здесь бы. Будем ждать, пока планы накопятся. Дальше будет проще, гораздо проще, я даже сказал бы. А, перед ручкой между Виасой и конвоями. Ах, вы сволочи, одну подлодку потопили. Повезло. Потому что там, на самом деле, хрен потопишь. Угу. Угу. Так, 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 так. Так, ты готов? Молодцы. Можете, когда хотите. Спасибо за внимание. Так. Блин, эти наушники реально просто изолируют тебя, ты ничего не слышишь. Для игр это даже хорошо. Ну, блин, не очень привычно, когда ты записываешь, потому что когда свой голос слышишь, контролируешь, это очень важно. А это первое видео, которое я пишу после их покупки. Так, ничего, привыкну. Потому что раньше у меня были обычные наушники, они как бы не такие изолируют, просто наушники с ушами. Сейчас, да я после того, как они накрылись, левое ухо отвалилось, провод перепаивать надо. Не давите их тут, не давите их тут, не давите их тут, пусть сидят в котле. Не давите. Почему вы сваливаете, ну, в принципе. Ну, вы можете сюда пойти. Надо продавить их в этой точке. Стоп, 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 стоп. Продаваем. Неприкрепленные дивизии, а что это мы не прикреплены? Ну, сюда идите тогда. Это все неприкрепленные дивизии. А, опять танков заспавилось. Угу, ну идите туда и допустим. Тут дергаться я не буду. Сидел наушник за 50 копеек с этого Spixprice, не будем рекламировать никакие там магазины. И они вообще как присоски в ухо впевливались, и тоже было не очень комфортно. А сейчас они просто тебя изолируют, и вот ты не знаешь, насколько ты громко говоришь. Потому что по клавиатуре стучишь, вот еле слышу это. Хотя это очень отчетливо раньше. Так, вот тут я теперь вас заблочу. Сейчас, 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 мы же продавили. Да, мы же их уже продавили. Так, надо заблочить их тут. Обязательно, Вета. Сейчас котел намечается. Да, в котле 4 дивизии. Молодцы, 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 молодцы. 4 дивизии. Правда, две немецкие, две венгерских, две итальянских, но тоже неплохо. Это не должно быть плохо. Так, тут я не буду вас дергать. Вы зачем идете? Ну, вот сюда и так, ладно, еще понимаю. Сюда, наверное, уже не надо рыпаться. Так, очень непривычно. Я думаю, адаптируюсь, но нужно время. Хотя, в принципе, это и вам-то. Это уж точно никак не мешает. Это вопрос у меня. Блин, Даш, послушал свой голос, послушал, как все это так охренительно звучит. Охрененно, слушайте. Просто супер. Просто топчик. Какая дичь. Ну, здесь у вас вообще смысл про... Ну, все, хана вам. Здорово, 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 здорово. Так, здесь бы их, например, нет. Тут их не прорвешь. Здесь тоже. Ах, вы же скаты. Мы можем помочь, да? Я думаю, выдаем. Надо к Риге прорваться, это порт. Ну что, Эстонию мы, по сути дела, взяли, все. Что, сбили кого-то? Да, вот сбили один морской бомбардировщик немецкий. Круто. Не ошибка сильна, но круто, круто. Что не скажешь. Что там у вас по планированию? Тут уже хорошее планирование. Ну, на свой страх и риск просто посмотреть. Ну, вот видите, результат совершенно другой. Результат совершенно другой. Тут мы их давим сейчас. И выдавим их. Планирование? На самом деле, я говорю, у кого-то, может быть, закралось. Я, в принципе, пойму такую логику. Я с удовольствием бы сам, вот если бы это прохождение смотрел бы, что-нибудь чужое, и сам бы размышлял, сам бы такое сомнение загоралось бы. И тут, в принципе, ничего такого ужасного крамольного не вижу. Что кто-то может подумать. Может быть, это наша недоработка, что мы так долго не использовали эту тактику. Может быть, мы про это не знали или еще что-то. Нет. Сразу отвечу и специально это сделаю. Почему? По две причины. Первое. Во-первых, я хочу воевать обычный режим. Посмотреть, как это в этом версиях сейчас происходит. Я вижу, что тут такая вот система. Так время пробьешь. Значит, мы будем использовать. И вторая самая главная причина, ну, даже и предглавная, ну, тоже одна главная причина, что если их неграмотно прикрепить к линии фронта, то они как дебилы будут скакать с одной провинции на другую. И вы можете попасть в котел или, что еще хуже даже порой, просто слить все стратегические позиции. Что-то у вас здесь слабая точка относительно. Не-не-не. Не-не-не. Тоже можем в котел взять, если получится. Но я смотрю, они тут сваливают. Ага, проблемы с снабжением все в этом роде. Так, ну нормально. Кстати, звук такой объемный, выстрелы все эти стрельбы услышаны тут. Довольно отчетливо. Опа-опа-опа. Фабрики ищу, к тому же. Хорошо, хорошо. И третья причина. Для этого нужно было очень много времени, очень много сил, очень много нервов. Вообще, игра от парадокс вас любит брать не какой-то там жесткой сложностью, там какой-то высокой степенью проработки, борьбы, там каким-то сложным ИИ, которое надо предугадывать. И прочее. Нет, оно тут все довольно банально и предсказуемо. Игра берет вас только одним. Тупо измором. Виктория, допустим, берет вас измором по оправданию войны. Вы замахаетесь, постоянно уходите в отставку, допустим, и плюнете. Если вас раскрыли по-тупому. Вот эта игра, допустим, может брать, да даже не может, и берет вас с этим вот планированием. То есть ИИ тут настолько тупой. Блин, мы ставим важную точку, это ключевой порт, это ключевой город. Если порт, да, у нас тут морская база, если мы потеряем, у нас 100 дивизий лишатся подкрепления и попадут в котел. А, ну мы уходим, потому что там чуть-чуть левее от нас линия фронта проходит, типа. Так, что там у нас надо? Истребитель. Хотя уже можно, я смотрю, и танки улучшать. Мы будем их улучшать. Ни хрена тут мы по-на улучшали. Да. Это B2. Улучшим БТшечку. Эээ, не-не-не, БТшку я не буду улучшать. А где наша СТшка? А вот ее мы улучшим. Так, это Т-34. Главное орудие, допустим, и надежность. А, та же, так, тут немножко по-другому. Ну, броню апнем. Т-34, а. Будем производить улучшенную версию. Так что немцам сейчас останется недолго. Раз они захотели по-другому, мы будем с ними тоже по-другому. Вы же не вдвоем идете, придурки, вот я о чем говорю. Берут, бросают... А, ну нет, там я, по-моему, атаку ставил. Тут, ладно, претензий нет. Но порой меня они просто удивляют, вот честное слово. Надо такую дичь творить. Это надо что-то... Молодцы, молодцы, можете. Квантунская вета. Че? Какой нахрен квантунская вета. Это немножко другая опера, немножко другой фронт. Фабрики, фабрики. До хрена фабрик. И сюда вообще прорубиться. Ни хрена у вас там авиация. У вас тут, наверное, вся авиация стратегическая. Да, заводы появились. Что там у нас по складам? Что там у нас по складам? Истребитель легких танков. Не хватает этой артиллерии. Артиллерия. У нас она, по-моему, вся забита. Давайте линию развернем. Артиллерия. Улучшенная артиллерия. По максимуму. Угу. Че у нас не хватает? Сталь? Сталь не хватает? Советского Союза сталь не хватает? Ну, если республиканская Испания, давайте закупим. Сталь. Блин, а че так плохо-то все? Надо раз... Ах, я буду ждать пока... Ай, стоп, стоп, стоп. Я подожду, пока нас не накопится 150, чтобы взять что-то еще. А потом этим тоже будем попутно заниматься, конечно же. Так. Ну, тут конвейер надо. Конвейерное производство. Конвейерное производство уже используется в разных областях промышленности. Оно может изменить ход войны, поскольку позволяет сильно увеличить темп производства. Активальный производство плюс 10%. Дальше нам предложат выбрать чуть позже. Словацкие танки уже смешно. Ах, ты же скотина, прорвать нас пытаешься. А, ну ты, в принципе, правильно шел там. Здесь бы попытаться его от Пьер Долая. Ну, чисто так, по фану. В принципе... Ну, очень плохая идея, не получится ничего тут. Ну, вообще, надо это сделать. Идиот, идиот. А тут линия фронта слишком уж большая. Там какая-то армия временная. Вот ее я создавал. Ее, в принципе, можно очень аккуратненько перекинуть сюда. Потому что тут что-то интересно. Мы входим уже в Латвию. Входим и выходим. А сюда никто не спешит. И сюда. Раз выбросили. Эти земли. Тут что? Тут... Тут, в принципе, должны продавливать, по идее. Не хотите? Ну, не знаю. Что-то не... Да, правда, что-то не хотят. Передумали, предхотели. Ну, бывает. Тут очень осторожно. Если что-то потеряем, это будет очень плохо. Тут-то еще ладно. Я больше всего за вот эти вот позиции переживаю. Вы реально его продавите? Если продавите, вы будете няшками. Это, блин, какое мерзкое слово. А, кстати, если попытаться... Так сделать. Пока чисто попробовать. Ой-ой-ой. Ладно, не рашьте их тут. Американцы просто стоят. Они, наверное, отправили... Ну, вот мы, типа, воюем. Мы, типа, тут наши добровольческие дивизии отправили. В реальности в хрен. Они такое сделали здесь бы сейчас, в эти годы. Ну, а почему бы и нет? А, вообще, отправили молодцы, на самом деле. Для нас это сейчас... Так-так-так, ну, что мы сюда прорываем? А, мы же... Да-да-да, было дело. Скоты. Так. Ну, Ригу мы взяли. Вообще, у него уровень снабжения должен падать, объективно. Еще что-нибудь интересное, или все? Все, интересного больше нет. Так-так-так-так. Ждешь-ждешь. Танк. Ветоного. Очень дорогой вето будет. Хотя, сколько ему ехать? Успеем. Продержим. Так, пулеметики. Пулеметики открыли. Здорово. Так, 41-й год сейчас. 41-й год. Что исследовать, что исследовать, что исследовать. На самом деле, много чего надо. Давайте артиллерию улучшим, кстати, полезная штука. Улучшенная артиллерия. Модернизация 1. Одной только модернизации многого не добиться. Нужна новая конструкция гаубицы, использующая гидравлическое гашение, отдача и более длинный ствол. Противеходная атака плюс 10%. Хорошее значение. Успеем. Не успеем. Пустую в пустом ублочке. Надо было чуть пораньше, попозже начать. Но я думал, что ладно, не важно, что мы там думали. Важен результат, не так ли? Так. Претензии. Ура, мы получили претензии на Польшу. Крут, наверное. Так, а что дальше? Претензии на Бессарабию. А вообще, кстати говоря, можно. По идее, они должны... Я сколько я путаю, это раньше с Польшей работало. Если Польша, допустим, состоит в Коминтерне, мы выдвигаем претензии на Польшу, она автоматически отдает эти земли нам. Если наоборот она состоит в оси, и ось получает на нее претензии, то им отдают. Наверное, с Бессарабией та же самая плюшка, так что давайте поставим на Бессарабию, может нам перепадут земли. Претензии на Бессарабию. Черное море для нашей экономики играет еще более важную роль, чем Балтийское. Мы должны сделать все возможное для получения контроля над Босфором и Дарданеллами. Миран пришел с Юлиссной-1, у нас появятся претензии, там выданы претензии. По идее, они должны отдать нам их сразу. Но это не точно, но... Ой, не туда нажал. Нахрен стереть. Дороги могут и подождать. Угу. Так, что там еще? Сражения. Так, перед ручки. Так, 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 что там нас прорывать пытаются? Привет, ты что, одарел? Выходи! Не успеем, наверное, попытаться его заблочить в карательных целях. Передумал. Ну, биться за эти земли мы, конечно же, не будем. Так, он обратно... Нет, он куда-то еще там собрался. Так, а мы на полном серьезе пытаемся их тут прорвать? Ну, кстати, и прорываем. Видите, о чем... Какие результаты дают? Там до 50% вы можете получить одними лишь этими действиями. Вообще дрочь. Вообще дрочь. Дрочь, дрочная. Не надо их тут продавливать, знаете. Не надо все. Отставить, отставить, отставить. Пробьем их здесь. И они будут в котле. Месть за все. Вот это я называю войной. Вот так вот и должно быть. А вот так они... Ну, это чисто из-за того, что дивизии как бы поняли, что... Ну вот, мы же тут воюем на самом деле с немцами. Представьте себе! О, чудо! Столько лет прошло. Мы воюем с немцами. Вот здесь, вот прямо на этой границе Советского Союза, на Западной. И, о чудо, мы же будем наступать на них. Кто бы мог подумать? Наверное, тут будем просто играть футбол с ними на границе, да? Кстати, было такое дело, но не у нас явное дело. Пока мы реально так же... У нас были такие же сочинные бои, там, все прочее. А, и там, футбол на границе. Нормально. Так, только вас не надо. У вас только одну дивизию. А вас, ну, я думаю, танк 2 можно подкинуть. Ну, все. Ну, все. Такой котел намечается. Если немцы сейчас сольют все свои приграничные дивизии, они будут в полной жопе. А как это так получилось? Мы, наверное, не успеем. Хотя, когда придем... Один день, шесть часов, они... Позже... О, все, даже блочек не придет. Котел, котел. Тупые вы твари, котел. Хи-хи-хи. Сколько? Восемь дивизий. Шикарно, шикарно. Шикарно, шикарно. Ну, с другой стороны, это реализм. Потому что, если вот так вот форсить весь мир, красить как быстро, у нас будет такое прохождение. Если кто хочет этого, не переживайте. Я думаю, что вначале стоит смысл снять историческое прохождение, реалистичное. Ну, как-то, когда, допустим, ты снимаешь прохождение из Люксембург, и кратишь весь мир, ну, это, конечно, весело и красиво, и это интересно смотреть. Ну, блин, это вообще не историческое. Люксембург, вот эта вот дрочная карта, которая, на удивление, является государством, ты что, вообще четыре дивизии бросаешь? Ну, раз ты их бросаешь, значит, ты что-то задумал. Я тебе не дам этого сделать. Ну, это плохая идея. Это да. Ставьте. Занимаешь, занимаешь. Так. Фабрика, 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 фабрика. Да, уши, конечно, непривычно. Знаете, как будто вот вы взяли себе руки, просто руками уши забили, там чуть ли не затычки уши вставили, и пытаетесь что-то говорить. Вот приблизительно такой вот эффект. Непривычно очень. Так, не тут. Ну, чисто так по фану. Тут я тоже ничего такого не вижу. Тут у него охрана серьёзная. Тут не прольвёшь вот так от фонаря. Ну, в принципе, нас устраивает стояние там. Ты что, их бросаешь без... А-а-а, я уж обрадовался. Хотя он мало, что там дал, но... Тем не... Опа-опа-опа-опа, наконец-то тут гадил образовался. Блин, это здорово. Это сколько у тебя в котле? Пять, семь, восемь дивизий. Ну, шикарно. Ах, лошара. Значит, я думал, что эту, может, систему в этой версии пофиксили, смотрел, но нет, значит, не пофиксили. Может быть, это и не является ошибкой, но я лично моё мнение сказал, я не приветствую. Вообще не приветствую, а слово совсем, категорически, окончательно. Потому что это тупая система, она реально очень тупая. Это сейчас я вот тщательно всё вспоминал, я говорю, минут 30-40 сидел, тупо составлял дивизии, всё это перекидывал, доставлял. У меня там чуть ли с ума не сошёл. Подписывал их все, сидел, блин. Это капец. Так, тут котёл прорвём. Должны. Чё-то немцы уже не дееспособненькие. Готов, готов. Да-да-да, пилим их. Интересно, что попотерим у нас там. Потеря из Садьбетского союза 648 тысяч. Потеря немцев 1 680 миллионов. Итальянцев, венгров. И учитывая, что это всё на нашем фронте. Вот у нас на фронте с Третьим Рейхом полегло 440 тысяч. Ну, нас Италии 100 тысяч. Но это ещё не факт, может, это Эфиопская война имеется в виду. У Третьего Рейха на Советском фронте 364 тысячи. Больше какие-то странные цифры. Республиканская Италия. А, ну там тоже у нас замес 100 тысяч. В любом случае мы в плюсе в этой войне. У нас потери гораздо меньше, чем у них, и мы пошли в атаку. Планирование здесь реально решает. Ну всё, Эстонию, по сути дела, мы взяли в полном виде. Там эстонские дивизии, может быть, и остались где-нибудь. Хотя тут особо... Блин, а если тут реально котёл получится. Да запросто. Тут прорубить котёл и всё. Котлов драмы нету... Котлов грамы нету драм, да? Так, ну это у нас не Орвилл. Тадэ, Антрон. 10 дивизий заспавнили. Хотя, в основном... Хотя, знаете, что... 5 дивизий можно прикрепить... ...к нему. Остальные 5... Ну, с... Это кто? Не знаю, кто-то. Ну вот... Как-нибудь так, допустим. Чтоб побыстрее всё это. Так что... Я говорю, мы пошли в наступление. Прорыв. Немцы обломались. Немцы обломались всё тогда, когда нам войну... Объявили мы тут неожиданно. Так, неожиданно вообще заспамили сотку дивизий. Ты чё, бросаешь их? Малой лорик. Кто там стоит на месте? Попробуйте их прорвать. Должны прорвать. А, скотина. Не бросил. Но всё равно. Кстати, что там? Может, на других фронтах какая-то движуха? Испания чё-то сливает. Ну, я вижу, что здесь поменьше дивизий. Гораздо чем меньше, чем у нас. Ну и плюс их меньше становится, походу, на твоей дивизии. Я говорю, планирование здесь решает. Даже если вы никакое автопланирование используете, не будете автопланы проводить, не будете автоатаки делать, то всё равно это решает. Так что выгода от этого, она даже не обсуждается. Так, тут ничего делать не будем. Тут ничего делать не будем. Тут забить. Тут, 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 тут. А что мы тут делаем вообще? Я вот чё-то забыл, зачем мы здесь это рубили. А, просто такая возможность была. Я готов. А, при поддержке конница. Да ну, бред. Не дёргайтесь. Так. Что там у нас? Наверное, на заводе. Так. Главное тут прорвать. Да вы чё, одну дивизию не выбите? Вообще он уйти хотел, по-моему. Блин, я это, конечно же, не буду. Через... А, не отпустим мы вас. Мы вас не отпустим. Ах ты... А, ты туда, я уже думал, тут. Нет, тут нормально. Немцы сливаются. И замыкаем, если успеем. Давайте, вы сможете. Да ладно вам, чуваки. Это не сложно. Потом бы эти планы ещё успеть перерисовать. Что такое звук? Как будто нас в котёл посадили. Нас-то негде сажать. Какой-то звук мерзкий был. Ладно, не суть. Я ничего не вижу, значит ничего и не было. Ты-то чё, и доугавпилс, когда придёшь. Один день третьих. Наверное, не успеем. Блин, на один час. Что вы за сволочи? Обидно. Кстати, тут ещё и укрепление второго уровня. Было бы неплохо бы ещё сюда, чтобы дожать. В котле, в котле у вас. Сейчас посчитаем. 5, 7, 9, 12, 13, 15, 16 дивизий. Три бронетанковых. Добро пожаловать в котёл. Чуваки, это котёлчик. Хватит подонков с кем языком говорить. Ну, чисто по фану потралить. Вообще, было бы неплохо их бы ещё поделить тут, а не в одну точку вгребать. Как лохов давим. Да, вот тут разделим их. Ну всё. Ах ты ж... Как на такой момент пропустили. Когда ты придёшь? Один три, а ты... Не паримся. Всё под контролем. Всё под контролем. Вот лучше попытались бы его прорвать. Форсировать реку, через реку высадиться и дальше пойти. До седа, до седа. Блин. Всё, немцы отсасывают. Это хорошо. Немцы пришли по сыле и упали в даун. Я называю это так. У них тут шансов нет. Ну да. Стоп. Вы можете тоже помогать и по мере возможностей. Но это не обязательно. А! А, там кого-то подогнал скотина. Туда не надо. А, ну этот кто-то уходит. Ну всё. Немцы скоро падут. С таким фокусом я недолго не протянул. Хе-хе-хе-хе. Здорово. 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 Захваты, захваты. Обожаю это. Так, ну помогите им тут котёл добить. Тоже можете помочь им дожать их. Ну чё, немцы, как вам бывать против Советского Союза? Не очень, да? Да. Если бы, конечно, в эти годы мы так бы их давили, было бы очень круто. Но опять же, это игра, это реальность. Поставь. Вообще, соблазнительно нажать всеобщую мобилизацию, но нет. Ну не знаю даже. Ну давайте его поставим. Поставленный дивизий 8% это хорошее значение. Так. Ну всё, немцы, прощайтесь. Тесним, тесним. Он ещё пытается прорвать котел, скотина. Это сын больной ублюдок. Отодвинуть их от границы. Всё, Эстония полностью под нашим контролем. Половина Литвы, Латвии под нашим контролем тоже. Литву... Вы чё, ди... А, не-не-не, сейчас всё правильно. Иногда это правильно, иногда это... Дичь полнейшая. Так. Входим, выходим. Ну хотя бы одну. Там посмотрим. Так. Можно проехаться, пособирать. Для большей эффективности. Так. Шоуляй. Давайте, да шо... Эп, не тут... Ааааа! Хватит дурочку включать. Смирно, смирно. Хотя, как-нибудь туда тоже надо на охрану. Не проблема. Вообще, половину можно убрать спокойно. Можно их попытаться как-нибудь тут. О! О-о-о-о-о! Здорово! Это здорово! Всё, котёл добили. Так точно. Где девиз, допустим, на оборонку поставить? Ну всё. Немцы, вы облажались. Вы сказочно облажались. Потому что и раньше у нас план на самом деле правильный. И должны мы были тогда прорывать, побеждать. Но потому что, как бы, дивизии не знают, что мы тут воеваем с немцами. Как бы, мы пытаемся их прорвать. Они просто не понимают. Это тупое и здесь примитивное в игре. Они не могут эффективно воевать. А так они подготовились, планировали всё и начинают воевать. Я думал, что это недоработка парадокса. Я не думал, что это именно вот такая, знаете, целенаправленная политика. Логика парадоксов даже. Нет, оказывается, походу, это так. Но это не точно, но посмотрим. Может, в будущем, конечно, что-то исправят, но я не думаю. Скорее всего, они просто так пытаются мотивировать человека рисовать планы. Хотя, по-моему, планы вот как раз лентяи рисуют, кто сами. Казалось бы, ты должен нарисовать план, там, всё это продумать. Что это на самом деле, как бы, для людей не ленивых, а наоборот, ответственных. Лентяй типа, а ладно, и так сойдёт. Не-не-нет, на самом деле, получается всё не так. Как можно показаться на первый взгляд. На самом деле, всё несколько, гораздо, гораздо, подчеркиваю, подчеркиваю, ещё раз, гораздо иначе. О, у вас, конечно же. Почему? А всё очень просто. Вы нарисовали планы, это для лентяев, и не паритесь, всё. Вы на всё забили, большой и толстый. А так вы должны сами вручную воевать, управлять. Обязательно их надо здесь прорвать. Если мы их тут прорвём, то всё будет хорошо. Кстати, ещё один. Вот, блин, если получится. Спасибо за внимание. Ну всё. А вы... Аааа, стоп-стоп-стоп, не дави их, не тесни их, не тесни их. Когда придёшь? Самым последним. Стоп. Тогда ладно, тогда убедили. Балэн. Тогда ладно. Могли бы взять их в котёл, но ладно, ничего страшного. Отлично, два порта получили. Сейчас третий. Сейчас мемель возьмём, это уже немецкие земли. Национальная территория. Ну это, конечно, настало время охренительных историй. В чистом виде, но может и прокатит. Может и прокатит. Чё, бросать нас решил тут? Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Целишься. Молодец ты. Точный чувак. Умеешь целиться. Ну блин, вы-то не участвуете тут. Вы участвуете. Сейчас, может, ещё один котёлочек сделаем. Да у Гавкилс возьмём. Стоп-стоп-стоп. Пробила как-то странно срабатывает. Не фантомно. Ну и привычно. Для такой игры, игры на такой клавиатуре, да ещё и с этими. Как его... Зло выглядело из головы. Что и стали нихуя. Ну и хочу я у них закупать. Пусть шанси нам поставляет. Это вот хватит вам. Думаю, да. Тут беспонтово. Там, кстати, они укрепляют оборону в Венгрии. Ну ничего, мы отсюда зайдём. Так, тут поосторожней. Тут поосторожней. Тут нужна помощь. Я говорю, это чисто авантюра была. Ничего, мы её спасём. Не раш. Хотя, тут тоже можно прорвать. Вот мы их атакуем, но мы не знаем, кто здесь стоит. Ну что за бред? По-моему, проще эту прорвать. Тут не принципиально с какой... Так, вот ты можешь тут поосторожней быть? Спасибо. Ты что, одырел? Блэ. Не успеем. Ну всё, ну тут-то я не переживаю. Тут у нас порт есть. Можно спокойно съесть. Снабжения проблем не будет. Почему вас хоть не подсвечивает? Прорвём. Тут уже прорвали. Спасли нас. Ты что, одырел? Ни хрена вы тут прорывы пытаетесь. Тут вообще вы ни о чём. Можно, по-моему, просто вас... Ты тут нас прорывать пытаешься уйти, пусть как-то мило. Так, промышленность концентрирована открыли. Добыча ресурсов, пожалуй, пока что нет смысла. Есть вещи поинтереснее. Например, вот эта штучка. Шифрование, циклическая перестановка. Шифрование аппарата ограничено по количеству случайных комбинаций, что позволяет взламывать шифры. Улучшим механизм рандомизации роторных шифроваторов мы сможем усложнить криптоанализ такого рода. Шифрование плюс один. Хорошая штучка. Ещё 9-10. Ну мелочи, не мелочи, приятные всё-таки. Ну прогресс налицо. Ну что, Эстония, Латвия, кусочки Литвы даже освобождаем. Стой здесь. Вы его не стащайте. Куда вас послать? Так, хорошо. Стоп-стоп-стоп. Готов. Ге-ге-ге. Ге-ге-ге-ге-ге-ге. Ох, ё-моё, тут у тебя ну всё. Так, хрен с ними. Забейте на них. Тып. Чего вы такие тугие? Тып. Угу. Тут тоже котёл. Отлично ещё через реку, здорово. 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 Здорово, 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 здорово. Здорово, 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 здорово. Здорово, здорово, здорово. На всякий случай заблочим вас, а то что-то там одарили, я смотрю. Да! Добро пожаловать дивизии в котёл. Ещё. О, у нас там пехотки, я смотрю, до хрена опыта. Ну конечно, мы тут такие вещи вытворяем прикольные. Так, ну давайте на производство, пока шаблоны имеете у нас нет возможности. Средний САУ лучшим, СУ-122. Обнимаем вооружение, надежку и допустим броню. Ну и конечно же ее производить. Ну все, все немцы, вам хана, вы ничего делать не способны. Вам хана. Что, у нас даже рост оккупации. Харью. Какую-нибудь коняшку бесполезную отправить туда. Харью. Ну в Таллинг, грубо говоря, это же оно, оно. И вторую коняшку допустим сюда, тут же она из двух регионов состоит у нас. Ну раз такая тема, я тогда поставлю жесткую политику, чтобы все было максимально эффективно. По доходу с нее. Так, Эстония. Самую жесткую. Что-то мне охреневали. Ну и пусть, вы прорваться пытаетесь. Но я вам помогу. Ха, больные ублюдки. Так, заводики. Что там у нас, кстати, по складам? Легкие танки чуть не хватает, артиллерии. С пехоткой у нас проблем сейчас нет. Ждешь, ждешь. Молодцы, что ждете. Так, тут можем попытаться... Дер... Да даже не попытаться, мы вас дернем 100%. Брест Литос взять. Да и должны. Стоп. М-м-м. В наглую. Чем наглее, тем лучше. Да я что-то смотрю, вообще отдырели. Ну конечно, только дивизии потерять, а что они сделают? А они особо за этим направлением уже не следят. Так номинально, ну там что-то типа, есть какая-то движуха. Вообще халява. Ну да, нормально. Все, немцы падут скоро. Немцы падут очень-очень скоро. Тут вообще никого нет, что ли? Ну это я ни о чем считаю. Ах вы... Мы что, отдырели? Когда успел, тварь? Ты что, пес? Стоп, не давить их тогда. Хотя, скорее всего, он уйдет, если не дурак. Нет, он дурак, он не будет пытаться уходить. Вы что, не можете тут две дивизии взять? Танки в срочном порядке. Сюда они идут, отсюда прикольно. Что, настолько плохо все. Я просто, чтобы вот танк успел туда, даже можем их хоба туда кинуть. Лель. Все, не атакуйте их. Не насилуйте себя. Блин, тут котел хорош намечается. Спасибо за внимание. Тут же вы их прорвете. Должны. Не факт. Не факт, но должны. Вообще-то нет. Ну ладно. Кстати, тут котел... А, нет, это не котел. Нет, это котел. Это полноценный котел. Епта. Не задрачивайте вы с ними. Тут поинтереснее есть тема. Эх, блин, как же круто. Немцы тупые дебилы. Планировать нихрена не умеют. Люзы. Что тут у нас, кстати, по прорывам? Теснить их, нахрен. Теснить. Теснить. Тут отставить. Сюда можно попробовать. Опа, опа, суицид. Почему здесь сразу контратаку поставить? Ладно, мы подождем. Так. Блин, я полчаса сегодня еще и времени засек. Я хотел засечь время, как обычно делаю. У меня сейчас даже телефон не перед глазами. Я не могу даже ориентировочно смотреть. Что это? Как там? Да блин. А, в баню. Э? Э? Бегом. Не насилуйте их тут. Пусть стоит. Когда придешь. 20 мин сейчас, здорово. Ну все. Немцами здесь все. У этих клонов даже нет ни единого шанса. А, голова раскалывается. Блин, очень непривычно еще уши начинают болеть. Ну просто непривычно. Всегда, когда у тебя новые наушники такие качественные, особенно. Да, для любых, в принципе, даже некачественные. Хотя, вроде, от некачественных даже у меня уши не болели. Когда новые наушники, ты как бы к ним привыкаешь некоторое время. И у тебя начинает болеть голова, уши. Ну как бы непривычно. Тем более, особенно, если ты долгие сроки и начинаешь им пользоваться, там, знаете, за копом изнесешь и проще. То начинаешь долго привыкать, адаптироваться. Хотя, че, вот мы их провем тут и че. Это вы откуда? Отсюда, я надеюсь. Да-да, в принципе, так же нормально. Продавить их тут нахрен. Ну, ради одной дивизии, но все же, все же. Вы че? Накрылся тут котел, да? Или мы его в другом месте пытаемся сделать? А, мы тут хотели же, да-да-да-да-да. Тут, в принципе, знаете, так неплохой котел получится. Где-то мы там заходили. А, котел, здорово. Тут, наверное, больше дивизий было, но это не точно. Пять дивизий сейчас тут сидят в котле. И нет котла. И нет котла. Да, здорово. Здорово, здорово. Какие тупые дебилы тут. И... А надо было всего лишь напросто нарисовать планы долганные. Зато буду на будущее для себя знать, что не стоит лениться их рисовать. Потому что, если бы я бы их не нарисовал, они бы сейчас по-прежнему так бы сидели. Это было бы очень долго. Ну, тут можно попробовать, но и так, чисто передрочка. В принципе... Ха! Спасибо за внимание. Скоро претензии на Бессарабию получим. Так, что там у нас? Свободная фабрика. Да-да хрена фабрик на самом деле. Три и завода два еще. Вот эту хрень с самой низ. Она не так важна для нас так. Ну, какие-то сражения, но это ничего серьезного. Ну, просто отщелкать эту флутку, что-то потеряли одну подлодку. Печально. Тут тоже битва, стычка. И тут. Передрочка. Но результат заметен налицо. Немцы скоро падут, потому что мы-то им дивизии топовые режем. У них ресурсов не так много. И вечно они не смогут так держаться, бороться. Рано или поздно это... Да не передрачивайтесь вы тут. Лучше давайте здесь. Ну, или тут. В принципе, не принципиально. Конечно, лучше здесь больше дивизий будут в котле. Но тут не выбирают, знаете ли, где получится там. Одна дивизия всего лишь. Ну, давайте слейте ее, конечно же. Такой звук, как будто нас в котел посадили. Блин, тут хрен пробьешь. Отставить. Знаете, они такие глупые, как кажется, на первый взгляд. Стоп. Стоп, стоп. Не надо их тут прорывать. Не надо, не надо. Забейте. Особенно через реку. Чисто суицид. Ха, кстати. Добивайте их. Сливайте нахрен. Смешивайте с одной субстанцией. 3к не вижу. Вроде как, да. Тогда лучше не лезть туда. Тут пытаемся и неплохо пытаемся. Все просто хоро-со. Да, хоро-со. Сейчас, наверное, давайте я сделаю паузу, чтобы у меня перед глазами все было. А то, может, реально затянуться, у меня тупо места не хватит и все кончится. Сейчас я поставлю на запись, ничего менять не буду. Сейчас вернусь и не теряйте. Так, тут я все время засек. Еще и чуек себе сделал. Горяченький. Не думаю, что успею попить пока пишем, но... Тем не менее. Так, что там у нас? Верфи, верфи. На строительство этого проекта. На строительство артиллерии. А то я смотрю, просто жестко не хватает. Да, да, да. Разработку мы сделаем. Железо. Почему он должен закупать у всяких клоунов? А то хватит вам. Надеюсь. Ну, ха-ха-ха-ха. Да, здорово. Котел хороший на три дивизии. Одно танковая еще, средне танковая. Вы, надеюсь, не просто так стоите? Нет. Просто так стоят. Эту дивизию не прикреплял. Такс, ну все. Спасибо за внимание. Тут бы их, конечно, прорвало. Хватит. Одна дивизия. Да, через реку, но, я думаю, смогут. Хотя, кто и знает. Менее суток. А, ну ладно, да. Сказали, что меньше суток, то все норм. Тут мы их не прорвем, нет. Хотелось бы. Так, по-моему, у вас здесь... Или были вы? Ах, тус. Мы раньше пребудем в НСТшка. Вы что, прорвались сюда? Придурки, лядь. Уходите обратно. Опа. Летчик ас. Хорошо. Кто там у нас? Константин Буденный. Ну да, это летчик. Что, опять опыт армии? Блин, он так активно уходит. Короче, надо что-то жесткое замутить. Ну давайте средний танк. Замутим. Очень жесткий. Т-34А. Орудие. Вот как-нибудь так. Это как он с Т-34А1. Угу. Что, это опять нам нужно что-то? Ах, закупить даже не у кого. Угу. Ну, хочется. Закупать у тех стран, которые для нас потенциальные и или реальные угрозы не представляют. Гуансийская клика, нахрен нам сдавать. Где-то победили. Только где? Тут, наверное. Ах. Ложная победа. Ну как, она тоже победа. Тут что-то все тухло. Нахренай себе. У-у-у-у. Ну, молодцы, конечно, что могу сказать. Вообще, тренд довольно интересный тут намечается. Тренд тут... Опа, опа. Котел намечается. Всегда готов. Это хорошо. Да прорвите вы их тут уже, ёпу, вашу мать. Топ. Давайте, ну вы сможете. Да ладно вам. Тут не рашьте тупо. Те-то надо найти болевые точки. Опа, 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 опа. Давайте, давайте, вы сможете. You can do it. You can take. Давайте, всем телом навалитесь, всем массой. Вы, кстати, не... Нет. А жаль. Не-не, сюда не надо. Беспонтовщина. Ну вы же сможете, они же лохи. Ну они реально лохи. Дивизии заспавнились. Пусть к нему, допустим. Ну куда-нибудь сюда и вас, к примеру. Наглую можно накинуться. Думаю, прорвём. Прорвём, конечно. Надо лишать его портов снабжения. Чтобы ему было больнее. А чё тут? А мы не пролезли сюда, наверное, да? Нет? Чё про... Ладно. Я не против? То есть мы можем просто так спокойно пройти сюда? Ну нормально. Даже не охраняет её. Форсировать берег. А! Лучикас. Молодцы, молодцы. А, тут порт он отступит по правилам, если ничего не путаю. Хотя не факт. Ну давайте попробуем. Кстати, Кёнигсберг уже возьмём. Калининград. Освободим от немцев. Вот так. Ну как бы он всегда немецким был. Тогда уж освободим от фашистов. Так будет правильно. Вообще интересно. По-моему, они эвакуируются. Если мы порт берём. Как бы он в осаде. Они эвакуируются просто. А так было бы слишком легко. То есть мы можем спокойненько взять пройтись. Окей, я не против. Я одобряю. Вот Кёнигсберг пока мы штурмовать не будем. По-моему, они эвакуируются. Ну если, конечно, они сдохнут, то это будет круто. Посмотрим как раз таки. Нормально. Мы уже берём Восточную Пруссию. Мы уже на немецкой национальной территории. Весело. Я блочу ваше передвижение. Конечно, танки использовать в городах. Такое себе удовольствие. Вообще беспонтово. Танк, надеюсь, сюда. Спасибо за внимание. Попробуем Кёнигсберг огрушить. Всё, можем не блочить. Тесним, тесним. Берлин-то скоро будет наш. Угу, 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 угу. Блоча. Кёнигсберг сейчас возьмём. Это шёл сентябрь 41-го года. Ничего особенного. Русские теснили немцев как могли. Так. Так, тут. Никак вы не можете их тут прорвать, да? О, мы высадились сюда. Круто. Всем телом навалитесь и порвите их. Как ту зикрилку. Не будьте лохами. Он ещё нас портить умудряется. И тут пытается что-то делать. Спасибо за внимание. Брест Литовского, ну, по-моему, не прорвёте. Ну, попробуем. Хотя в... 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 Брест Литовского, ну, по-моему, 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 по-моему... Период! 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 Откуда ты туда попал? А, я его же блокил. Плохо блокил, наверное. кстати тут прорыв тоже не устроит но рассуждались тут давайте тут я так и не глянул что там с ними стало потери или нет рожняк хотя подождите 17 под самый конец заблочим их движение не помощь это было все успокойтесь там ах уж в овощи отставить это наглость нормально нормально вы почти всю восточную прусью взяли нормально скоро до дансыга дойдем все можем не насиловать тут наших мы туда уже зашли давайте вы видите так что там по котлу да 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 большой котельчик так сейчас посчитаем 4 6 7 8 9 10 11 12 13 дивизий же может быть было больше он что-то суицидился теперь накиньтесь разбомбить это все нахрен и и красиво я сказал что мы пойдем наступление наступление очень конкретное произошло все мои ожидания надеюсь и ваши тоже так с вами что делать только отступаешь сюда мы можем попробовать не думаю раньше прокатываю а это не туда пошел значит а чё так долго едет это стоп стоп я сказал пробел же нажал звук так как будто с котел посадили да наверное но но отсюда можно выбить так тут все правильно тут опа 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 не успеем наверное попробовать бывать можно так тут халявой пахнет тут чем-то похожим на халяву может получится мы тут не прорвали кстати по моему прорвали мы их немножко подвинули тут или попытались сделать не так же ходим и выходим так все хорошо все хорошо знаете ли стой придурок танцы хотя опасно тут все хорошо опасно мы попробуем стоп вас лучше заблочить попутно чего конницу не разобить конницу лель ладно куда-то придурок а ты жесточенный стой достой придурок вот о чем я говорю а взяли кенигсберг кенигсберг взят круто ну все что там кстати по вкладу войну нас должен быть тысяч четыре процента наши потери их потери как взросли у нас было 650 почти ну грубо говоря 350 тысяч у них тут на полтора ляма поскакануло ну чуть поменьше но и суть или мы же воем сейчас не только против немцев тут и других стран полно но сейчас вот кстати преимущество только они почему пробел то не отжат был додавливать их нахрен да отдавливайте я сказал придурки тут мы их наверное не продаем ах ты же скотину ты у нас пытаешься давить тебе покажу как нас давить скотину ты конченая так учет тоже нехорошая так блин хоть кони хоть кого я сказал идите сюда придурки молодцы венгрия требует стойб венгрия требует господство над словаки венгрия открыто заявила что словакия должна снова стать частью великой державы или войдя в нее или в статусе автономного региона ультиматум сопровождается угрозой применения силы дипломаты и отклики европейских государств начали пытаясь найти мирное решение чину кризиса будем надеяться что они договорятся мирно нет не будем ну словаки вы чё немцы тут и венгрии решили сажать словакию как бы междоусобица в рейге пропущен конечно мы будем претензии на бессараби ну посмотрим что там отдадут ли нам стоп артиллерию улучшили на дворе еще 41 год а ну кстати дальше качаем ее улучшение артиллерии моделизация 2 для использования более тяжелых орудий на более легких платформах в конструкции гаубинс появились дульные тормоза еще противоходка плюс 10 процентов какой фокус возьмем не знаю вот это сейчас штука актуальна на самом деле подавление партизан смерж следует расширить и дайте ей возможность вести скрытную работу и без жалости на уничтожать партизанское движение на оккупированных территориях в любых проявлениях будет действовать подавление партизан эффекта действовать партизан против нас минус 20 процентов а чё претензии не дали мы не помним а вы шо нам не отдали и бессарабию лель о котел учё дырели стоит на месте сюда закиньте так вы чё дырели отделись сюда так так пытаетесь да молодцы что подогнем мы как хирург аккуратненько висексу проводим вы все-таки соединились с котой вас тут не должно быть круто ведь этих тварей третий рейх уступает венгрии после тщательного обдумывания германского правительства которым руководит гитлер решил уступить требованиям венгрии словакия стала частью венгрии в надежде что микросхорти не станет развязывать войну нет знаний что это только увеличена полиция с венгрией по отношению к ослабленным соседям по крайней мере сохранится мир ну почему-то я не вижу чтобы вы уступили может быть типа своего этого а вы тип стали протектора там ты гемцов тип ну насрать что-то там убрали как кто там венгрия море ой не насилует себя а вот тут надо понасилует стоп это же данцык да не надо их теснить вообще эту дивизию сюда киньте прикольно тут нарезка да ёпт гильдар там еще не застрелился надо посмотреть что у вас планы кончились по ходу а вот вас мы не рисовали план ну временное пусть поработает на этом рубеже сейчас нарисуем ну как нибудь так допустим линия наступления допустим а вообще у вас не так не тянет ладно тогда сделаем по другому стоите а тогда линию сделаем здесь вам фронта так так нажалось и линия наступления пойдете так ну это тип не очень эффективно будет вот самый раз сказал же сюда ах ты ж тварь все не надо туда-туда да стой входим и уходим да немцы тут ну что потеряли не-не-не вы стойте готов подвигаться вы сюда вы вдвоем а ну нормально так готов 6 дивизий инвалидских я готов там у нас бросили молодцы все немцы ослабшие окончательно окончательно нет-нет шансов на победу как вы тупо делаете куда-то придурок давайте дожимайте их что бильно бросили я заберу никто не против окей мелочи не мелочи приятно что там по войне немцы уже слегка сдают позиции италия сдает только не говорите что ее союзники начали брать блед подождите это кто голландской у стыди вот тут эти вот задроты ой но это нелепо это правда нелепо что тут настолько все плохо у вас брызли тоск блин прорубиться бы может и прокатит может а тут же так внимание спасибо за внимание стоп 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 не рашки давайте хе-хе-хе конину взяли в котел как раз посмотрим как она сейчас себя поведет не надо их рашить только кого-нибудь сюда перекиньте наверно мы позже придем как как ты догадался так тут аккуратно чё ты передумал окей то есть мы раньше придем да а молодец правильно артиллерии больше артиллерии more так отлично спасибо за внимание ну сейчас посмотрим куда конина уйдет уплывет или окей отставить как вы это сделали а ну я пошел тогда раз вот так тогда и так ты чё дрел ещё вот эти вот линии кстати отмешают это тоже важный момент а мы успеем сюда вряд ли хотя успели просто короче он бросает земли конкретно это хорошо логично что это хорошо так где-то тут я хотел какой-нибудь котел сделать о идеальный котел маленький но все же котел чё такие блатные не помогаете им взять в котел одну дивизию танку это ж круто все у немцев ресурсы кончились во с удовольствием войдем шикарно шикардос шикардос ну не через реку же в котел намечается а сами дебилы сейчас себя в котел посадят мы конечно же не успеем ну все можно сказать что немцы мы разбили довольно быстро и стремительно тренд сохранится просто главное не расслабляться и дальше утеснить ладно в жопу хрен с этой кониной не будем ее удалять нам и тут хорошо тут порт есть можем конечно у нас и сюда проехаться кстати а давайте чисто так патрулить может берлин сейчас возьмем и хи 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 немцы вы больные ублюдки вы реально больные ублюдки ну если вы там никого не держите вообще молодцы они конечно от этого не капитулируют но тем не менее это их ослабит существенно причем вы че встали хи 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 так теперь тут очень аккуратно надо а вас допустим сюда так верфи на странице стоп корабля а вас на порту все че реально возьмем берлин сейчас прям ну слушай это круто потому что эти дебилы не держат линию и порты не держат мы то не держим порты потому что знаем что сейчас нас никто не высадится да взяли берлин ха 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 дебила лять теперь надо аккуратно пройтись пособирать все порты отрез мы их тут не отрежем сейчас у меня такой цели нет кстати вас можем на венгрию венгрию кинуть попробовать чисто самолетов там нет ну дивизии две поставить можно все не расслабляемся давим этого гада шансов тут нет все немцы мертвы и вообще интересно сколько посмотри сколько их узнает сколько дивизии осталось а это котел блин я обрадовался стой не раш тут то конечно войска у него есть а толку от них ноль тем более он сбросает очень активно падение Берлина в советском коммунике сообщается об окончательной капитуляции немецких войск в Берлине окружив город русские вошли в него по нескольким направлениям на каждом шагу преодолевая отчаянное сопротивление немцев наконец советским войскам удалось перейти по мосту Мольтке и занять здание Рейхстага они отбивали одно помещение за другим и в итоге водрузили над городом советский флаг битва за Берлин окончено фашистское логово взято очень показательно ну блин это чисто троллинг чисто азаза в каждом троллинге есть доля троллинга неинтересно посмотреть сколько немцев так вот продержатся против нас ни хрена тут фабрик дал нам взять и Берлина чего у нас не хватает ну кроме авиации САУ еще одну ветвь развернуть ну давайте развернем средняя САУ какая самая топовая средняя САУ только одна модификация неужели не хватает штата я не хочу кормить да хоть лучше и ни хрена себе блин выбор то невелик ну лучше уж так и что то еще там было а все так там надо разрабатывать значит вольфрам из сталь у нас не хватает преимущественно ну давайте и будем разрабатывать что там мы можем ну сталь понятное дело тут одинаково будет добавлено нет здесь 10 здесь 20 12 12 значения конечно в Челябинске тогда а что с а не хватает больше очков здорово что там по желанию немцев капитулировать ну нормально для таких значений столицу перенесли куда в Вену ну да поблизости друг другу остынская компания это смешно нет это даже не смешно в испании чуть ни о чем ну хоть какие-то дивизии там держится блин часть надо закачивать но мне так не хочется этого делать тут такие няшные бои уже пошли такие сражения ну просто тесним их по полному по жесткому по черному называйте это как хотите суть не изменится спасибо за внимание все у немцев нет шансов сейчас их в котел посадим давайте блин это очень большие успехи где кто бренденбург а ну это ожидаемо сейчас отобьют себе обратно Берлин ну вообще тут эта авантюра смысл ух ты е-мое вы что и дивизии ну вы молодцы подкидываете от этой авантюры толк в любом случае есть хотя бы по той простой причине что мы отвлекли сюда много дивизий потом мы возьмем еще раз Берлин еще раз да хоть сколько раз каждый раз брать Берлин это весело да нет готов готов да нет я хлопик готов с ним на завтра че не из этого прикола ни хрена котел мы создали ну я не знаю о а тут котел чего вы не добиваете ну давайте посчитаем очень грубо два четыре шесть восемь хрен в общем до хрена дивизии тут в котле овер до хрена дивизии просто давите это все на хрен ну как вам в котле да не очень все немцы вы не жильцы зададим шару зададим шару неужели настолько плохо ну не хочу у вас ничего покупать что сюда никто не заходит нет заходит все в порядке так в эту точку зайти правильно 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 Вильна кстати освобождаем наши земли тут Литва которая демократическим путем вошла в состав а не то что легла под фашиков как Эстония за это они получат сытники мебель когда мы будем подписывать мир да ё-моё чё всё так лагает привет ты чё одырел а и почему на пропелле было ещё всё это ладно тогда меняем план где-то у нас котёл да зря вы наверное их сюда притащили надо сюда кстати может есть вероятность а вас я попрошу застаться товарищ панзеркомпвагон а вас я положу остаться да так ну навсегда в этих землях передних панеранских ога да троллинг смачный безусловно а ты бросаешь его лель помогите им порт сдавать нельзя а зачем я вас сюда отправляю не знаю а и вам помочь возможно так что там с этим сытеньким котлом или чё бросайте земли клоуна надо перерисовывать заново приказы но для таких армий я с ума сойду это делать проще вот так вот нажать они и так там задавят в любом случае их шансов нет ну да тут дохрена дивизии овер дохрена ха ха хана вам дружки хотя какие вы нам нахрен дружки тут тоже котел кстати чё про него все забили ещё тут авиацию держит две дивизии минус одна уже минус стабильно ну всё немцы вопрос времени когда вы пойдёте так точно я готов у вас тут шансов тогда бейте их чё вы их так принципиально обходите чём они вам дороги кстати я где-то тут а вот у нас котел точно про него вообще забил хотя его сейчас тоже быстро разблочим крупное снаряжение апнули блин часть заканчивать надо ну давайте улучшим ну ладно добыча иисуса так добыча иисуса надо добыча иисуса 4 автоматизация основных процессов и новые технологические средства делают нашу добывающую отрасль ещё более эффективной добыча иисуса плюс 10% добыча иисуса угу тесните ну всё немцы тут ни о чём уже паршау скоро возьмём освободим куда вы собрались дружки что-то вы до хрена себе позволяете я смотрю я удивляюсь как их выбить отсюда не мог ну зато сколько дивизий мы отвлекли там угу даже если мы потеряем там дивизии они не потеряются то это для нас выгодно давайте котёл маленький но всё же котёл да 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 ге 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 2 4 6 10 12 14 дивизий тут я вижу это по-любому ещё не все ну всё хана вам тут что-то я смотрю они более боеспособные но это по-моему уже победа это по-моему уже победа вопрос падения рейха и не только рейха это лишь вопрос времени здесь они что-то пытаются делать тут даже они что-то пытаются делать ключевое слово пытаются сейчас прорвём их основные земли делать ничего не смогут вы чё дебилы не стали их добивать? ну вы даёте вот поэтому я не люблю эту систему спланировать что они как дебилы бегать начинают эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Если успеем. Ах, вы же скоты. Все, не надо. Ах ты ж сволочь. Ах ты ж сволочь. Тогда этот котел тесните. Ну блин, это здорово. Даже тут они нас выбить не могут, придурки. А где это вы встали? Как-то непонятно встали. А, это нас изгнали вообще тут. Ладно, плохо дела. Идем, идем, идем. Тесним, тесним. Сейчас дебил суицидница. Ах, он что-то знал. Это им не поможет. Выходим! Угу. Давай, давай! Угу. Отходим! Угу. Тут, наверное, мы их не спасем. А может, и спасем, не знаю, посмотрим. Так точно! Как будет настроение. Что за дела? Готов подвигаться. Так, а то конина... Вы их добить еще не можете. Я готов. Да похороните их вы этому котле, не парьте мозги людям. Ни им, ни нам. Да, котел хороший. Ну все, хана вам. Здорово! Привет, ты что, дарил? Стойте. Главное, не расслабляться. Ну, бывает ранение. Не бывает. Немецкая военная машина, в любом случае, уже сломлена. С каждым днем они все слабее и слабее. Не, они, конечно, пытаются что-то делать, там... Пыжатся, хренейжатся, но... Они понимают, что это их не... Варшаву взять, конечно, вы чего не берете ее? Клоуна. Потому что они так вот бегают по линии фронта, как придурки. Поэтому это напрягает. Опа. У нас уже линии фронта кончились. Ну все, хана вам. Просто ликвидируйте их нахрен. Да-да-да-да. Ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге-ге. Так. Так, а что, тут еще точка? Что, про вас все забыли? Так, надо бы линии нарисовать еще. Ну, давайте где-нибудь здесь поработаем. Тут особо я смотрю, что-то ничего хорошего я не вижу. Нет, слишком коротко. Допустим, так. Вас, допустим, куда-нибудь... Ну, сейчас уже можно более абстрактно это делать. Без такого тщательного планирования, как я тогда проворачивал. Потому что уже все. Основные противоречия преодолены уже. Сейчас главное теснить, потому что враг уже очень сильно ослаб. Враг уже очень сильно ослаб. Можно спокойно теснить. Просто линии указать в ходу-выхода. И делать то, что надо делать. Я здесь довольно условные планы рисую. Чтобы они были. Стойте там! Ах, вы хитрокопая. Ладно. Блин, часть заканчивать надо, да? А-а-а-а! Блин, ладно. Да, реально надо заканчивать часть. Ну, ладно. Уговорили. Сейчас вот тут их добьем. В этом катле посадим их. Почему-то не хотят сажаться, клоуны. Ну, немцы столько дивизий потеряли тут. Три миллиона потерь у нас почти не изменилась цифра. Дивизий у них меньше, у нас гораздо больше. Они не дееспособны и уже не жизнеспособны. Остается их просто тупо частичным номинально вытеснить. Я смотрю, уже Италию они просрали. Не такой важный фронт, но... Все же, все же. Сколько надо? Нормально. Сейчас. Сейчас добьем их, тут они уже тут. Трюпики, трюпики. Ну, тут какие-нибудь операции поделаем. Все! Хребет фашизму сломлен. Это его последний огонь, он будет биться отчаянно, но это его не спасет. Это его не спустит. Ах ты ж, тварь, ну мы успеем. Конечно, можно авиацию подрубить. А, авиацию. Точно я про нее вообще забил. И забыл, и забил. Так, базу. Эй, карту переключите. Не, нормальная точка может кидать. Не налетим. А вы туда не влезете уже. Ну, сюда погодите. Ну, вот отсюда вас еще можно подкинуть сюда. Так. Ну, все, давайте, наверное, заканчивать, а то это реально может продолжаться очень долго. Спим! Блэн, мы успели. Сейчас тут намечается. А, подождите, мы ж можем. Зачем нам долбиться? Нам как-то и не очень-то и принципиально. Честно говоря, так. Ах, вы же хитропопы. Ну да уж, не дураки. Отчаянно еще четыре дивизии. Я вообще в жопу продавлю вас и не парю себе никому-то. Никому еще мозги. А, Варшаву взяли. Немцы просрали Варшаву. Ну, все, одни немцы тут сочтены. Немцы уже ничего не сделают, мои дорогие друзья. Ничего они не сделают. Они смогут только цепляться отчаянно. И то, и то им. Вот о чем я говорю. С другой стороны, тут такой охренительный котел намечается. У нас тут вообще войск нет. И-и-и. Но это их особо не спасет. На самом-то деле. Ладно, давайте заканчивать. Блин, все, это заразно. Пока руки в славиатуру не уберешь, это не поможет. Все, убираю. Сейчас отщелкнут эти моменты, чтобы больше. Их не было. Введу итоги и закончу. Ну что, мои дорогие друзья. На связи был МКБАТСКИЕМ. И мы сегодня с вами вновь продолжали проходить интересную, прекрасную. Ну и, конечно же, замечательную игру. Игру, наверное, плохую и интересную. Под названием Hearth of Iron Foe. Это была у нас уже с вами девятая часть прохождения. Замочный зельный зверенный Советский Союз. И мы сегодня с вами пошли в атаку. Пробили много чего. Всю Прибалтику, Польшу. Ну, тут, в принципе, всю Польшу взяли, если не больше даже. Уже взяли немецкие земли. Померанию. Тут даже Берлин брали для прикола, так чисто патрулить. Тут работаем. Ну, в принципе, я говорю, время немцев сочтено. Осталось, ну, пару частей, пожалуй, и им точно будет капец. Полный капец. Двойной капец. В переводе МКБАСКО бесплатно, без СМС-регистрации. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был МКБАСКИ. И мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Нашу с вами старом, добром, консервативном канале. Всем пока.